Отмечать День России начали еще утром. На площади Южного Мола волонтеры развернули огромный государственный флаг и составили вокруг него фигуру сердца. Главные события традиционно развернулись в центре курорта, в том числе парад дружбы народов России. Сочи – многонациональный город, как и Россия в целом. Поэтому главные участники праздника – сочинцы. Самых разных национальностей на курорте их более ста. Колонна представителей диаспор в национальных костюмах прошла от администрации центрального района до площади флага. Такой дух единства, дух патриотизма. Причем здесь же оказывается очень-очень много национальностей. У нас идут татары, у нас идут узбеки, киргизы, казахи. Их не очень много, но они тем не менее есть. У них в руках флаг своего государства, российский флаг. Конечно, такой на подъеме все. Несем флаг нашего государства, чтобы это все видели и последовали нашему примеру. С гордостью за Родину. Мы все россияне, мы живем в России, мы все родились в России. Наш ансамбль представляет Россию, поэтому, конечно, мы считаем это своим праздником. И веря поздравляю с Днем России! 29 лет назад, 12 июня, была принята декларация о суверенитете. Сегодня День России – один из главных государственных праздников. По прошествии стольких лет смысл праздника не изменился, отметил глава города Сочи. Страна идет с заданным курсом, гордясь славным прошлым и с верой в будущее. Мы – многонациональный город, живем в мире согласия, любви. Это и есть наша Россия. И парад – это подтверждение нашей солидарности. Это действительно очень важный праздник, День России. И мы гордимся своей Родиной, мы любим свою Родину. И, конечно, все делаем для того, чтобы наша Родина процветала. По традиции, многие сочинцы в День России получили награды и благодарности за служение родному городу и стране. Среди них и Владимир Шмаргун. В ТОСе Заречный он является председателем комиссии по взаимодействию с силовыми и правоохранительными структурами. Все, что относится к системе правопорядка, защиты граждан нашего микрорайона, проходит, как говорится, не без моего участия. И мне, конечно, приятно сегодня и то, что я в этот знаменательный день получил благодарность губернатора, спасибо губернатору, спасибо главе города. Поздравляем всех с праздником, огромного всем человеческого счастья. А десяток юных сочинцев, отличившихся в учебе, в этот день стали полноценными гражданами России. Им вручили первые паспорта. Молодежи глава города напомнил, что именно от их жизненной позиции, умений и талантов зависит будущее страны и ее завтрашний день. Всего же в День России в Сочи прошло более 50 мероприятий, для которых были задействованы все основные городские площади, а также дома культуры в районах и селах. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.